Музыка Уважаемые коллеги и товарищи, очень приятно выступать против, после Евгения Степановича, человека, который я давно знаю, который блестяще владеет проблемами и почти с каждым его предложением я абсолютно согласен. Хочу поделиться нашим опытом в надежде на то, что в последнее время Государственная Дума и председатели, лидеры фракции и комитет, которого главляет мой коллега Академик Кашин, пытаются изменить политику аграрную в пользу прежде всего села крестьянства и всей страны. Мы подготовили несколько документальных фильмов. Если кто пожелает их посмотреть, они расположены на нашем сайте. Например, фильм «Белорусское село, закрытый для России тема» уже набрал более двух миллионов просмотров. Я пытался разместить этот фильм на российском телевидении, у меня ничего не получилось. Это уникальный, потрясающий опыт страны, где нет ни одного гектара брошенных земель, где все трудятся, где построено полторы тысячи агрогородков, где сохранились все виды производств и социально обслуживания в селе, где люди себя чувствуют уверенно и достойно, где леса не горят, несмотря на 40-градусную температуру. Там в Белоруссии сегодня лесников больше, чем в нашей российской огромной лесистой стране. И тем не менее, не удалось это сделать. Надеюсь, может быть, сегодняшние слушания подтолкнут наших телевизионщиков. Наш фильм «Формула Грудинина» о совхозе имени Ленина вообще потряс воображение молодого поколения, которое мы туда привозили и не смотрели. Рядом с Москвой, у кольцевой дороги, сохранено предприятие, где давали за сотку по 50 тысяч долларов, отбились от всех бандитов и создали уникальное предприятие, многопрофильного характера, с лучшей стране школой, суперклассными детскими садами, потрясающим детским парком, великолепным социально-медицинским комплексом, где средняя зарплата 77 тысяч рублей будет в этом году. Когда спрашивают, в чем суть этого успеха, говорят, какое будущее социального оптимизма. Вот, говорят, приезжайте, мы вам покажем. Тем не менее, и этот фильм не желают показывать. Я приглашаю и руководителей министерства, и целый состав правительства, давайте там проведем заседание, и мы покажем, как можно решать проблему даже в нынешних кризисных условиях. Фильм «Как Казанков покорил Европу» – это объединение Звениховское, где мы год назад проводили аграрный форум России, полторы тысячи человек было. Наша мясная продукция на франк-курсской выставке, 32 изделия, все получили золото и серебро, и главный кубок. Только потому, что возглавляет коммунист, талантливый, энергичный человек, не хотят ни показать, ни рассказать. Там был сидел Маркелов, который сейчас в тюрьме сидит, губернатор, который все делал, чтобы убить это хозяйство. Мы с Харитоновым туда две тысячи народу возили, чтобы отбить это предприятие от местных бандитов. Но зато рядом в Татарстане дали два отстающих хозяйства, они сейчас превращены в образцовые. Я об этом рассказываю с гордостью и болью потому, что у нас немало очень полезного сделано в сельском хозяйстве. Но давайте это распространять на всю страну. Для этого нужна общенациональная государственная поддержка. Президент Путин, выступая в прошлом году в послании, прямо сказал, надо выйти на мировые темпы развития. В этом году темпы будут 3,5 мировые. Я вот только принимал китайскую делегацию вьетнамскую. В Китае темпы 7%, во Вьетнаме 6,5%. У нас все топчется около 1,5%. И только деревня, село демонстрирует более высокие темпы. Только за то, что вы в прошлом году дали прирост 5-6%, вам надо было удвоить ассигнование. Почему? Потому что вложения пошли бы в толк, пошло бы в рост, решали бы проблему безопасности, прежде всего продовольственной. Открываем последние сводки ООН. Главная проблема на планете – бедность, болезни, загубленная экология, терроризм. Каждому третьему-четвертому не хватает стакана чистой воды и куска свежего хлеба. Мы могли на этом зарабатывать столько, чтобы Газпром вместе с металлургами позавидовал. Мы можем кормить своих 150 миллионов отборными продуктами и 500 миллионов граждан по планете. Причем потребность, подовольствие не будет сокращаться, а будет только нарастать. А у нас 40 миллионов гектаров брошены и гуляют, никак не договоримся, как лучше их эффективнее использовать. Мне кажется, эта проблема решаема. Программы есть, есть поддержка, есть воля, похоже, и в Думе уже появляется. Давайте вместе продавим новую программу. Но сразу упрется вопрос в следующий. На нашей территории огромной осталось 2% населения планеты. Нам принадлежит с вами 15% суши. Нам с вами принадлежит 30% стратегических ресурсов. Главный возобновляемый ресурс – это черноземы, вода и лес. Только на этом можно озолотиться. Вот Сергей Георгиевич сидит, программу подготовил в Иркутске. Ее поддержали многие. У него сейчас очень хорошие темпы промышленного развития, сельскохозяйства и так далее. У него в одном Байкале четверть мировых запасов чистой воды. На парижском рынке уже чистая вода дороже отборного бензина. Если отладить механику и процесс, мы можем получать гигантские ресурсы. Но надо вкладывать. Советская страна вкладывала 15-20%. Белоруссия, Лукашенко, чтобы иметь такие результаты, вкладывает больше 10%. Америка, жирная, богатая, вкладывает 24%. Европа, Совет Европы вкладывает 33%. А мы 10 лет подряд вкладываем меньше 1,5%. Можете что угодно обещать. Задача нерешаема при таких вложениях. Не зря Кашин в прекрасном докладе сказал, износ наших тракторов и комбайнов за 10 лет уже 50-60%. Ничего не получится, если мы не будем развивать свое производство. У нас с вами, чтобы развивалось успешно, есть доклад Академии наук, есть лучшие специалисты. Надо иметь бюджет в 25 триллионов. У нас он 16,5. Чудес не будет. У нас по-прежнему ни одно направление, которое требует решения, не имеет нормального финансирования. А за прошлый год 200 самых богатых увеличили свои капиталы на 100 миллиардов долларов. Ну с какого будуна их? Какой стать? Почему они не хотят платить по прогрессивной шкале налоги, так как платит вся Европа, Азия и вся Америка? Почему? Давайте решим это. Проблемы решаем. Ничего не будет. Заплатят и будет все в порядке. С другой стороны, у нас с вами, вот они, главные угрозы. Это последнее выступление наших лучших специалистов. Раскол в обществе безопасный. А на селе особый раскол. Особый. На селе у нас никогда не было 20% нищих. На селе детское пособие 7, 8, 9, вернее, пособие для детей войны 7-8 тысяч. В городе 10, 12, 13, пятый раз вносим, не можем провести никак и так далее. Износ оборудования, я уже говорил, демография, вот сейчас очень подробно говорили. У нас не Черноземье гибнет, коренная русская земля, которая разбегается. В Москву на работу едут от Пензы до Костромы. Это абсолютно ненормально. Надо развивать все районные центры, все местные производства. В противном случае ничего ж не будет. Поэтому. Вот сейчас Кулачков пришел на мою родную Орловщину. Умный, талантливый, очень грамотный человек. Вот сегодня с ним смотрели, как сводить концы с концами. Ведь можно это делать готовые и сильные молодые ребята. Но надо помогать и поддерживать их. Кадров-то у нас квалифицированных все меньше и меньше. Я считаю, что надо в принципе изменить отношения. Вот Качев, опытный, грамотный руководитель, говорит, мы получили 132 миллиона тонн зерна. Я радуюсь этому. Вот сейчас разговаривал с Богачевым, один из лучших руководителей в стране на Ставрополе. Он говорит, Геннадий Андреевич потерял на зерне 180 миллионов. А получил зерна больше, чем вся Калужская область. Я говорю, почему? Он говорит, горох в прошлом году стоил килограмм по 18 рублей, сейчас 8 рублей. Ну, разве это нормально? Это абсолютно ненормально. Я уверен, что если бы Володин, Качев и все мы поднажали бы на медведя, он бы организовал интервенцию в 10 миллионов тонн, купил бы зерно по нормальной цене, а в феврале-марте зерно стало бы золотом. И вернул бы все, и деревня была бы с деньгами, и все бы порадовались этому. Раз уж и рынок, давайте заниматься рынком серьезно. И завершая, хочу сказать, мы создали с Примаковым, Масляковым, Герасченко закон о народных предприятиях. Их сейчас около 200. Посмотрите, и в Белгородской области, и в Липецкой, какой эффект от этих предприятий. Я вам три уже называл. Ну давайте по всей стране поддержим. Ведь коллективный труд, коллективном хозяйстве, многотрасливом позволяет в нынешних условиях конкурировать с кем угодно. Но для этого надо не полтора процента вкладывать в землю и сельхозпроизводство, а минимум 10. Минимум 10. И эти деньги у страны есть. Нужна политическая воля. Была политическая воля по Крыму. Без одного выстрела вернулся на родину. Была политическая воля по Сирии. Задавили эту гидру. Теперь надо думать, как переходить к мирному строительству. Была политическая воля. Восстали против Бандеровщины на Донбассе. Мы туда вот сейчас 50, 67-й конвой отправляем. 4 тысячи детей по инициативе Думы приняли. Все фракции поддержали и на следующий год вложили. Давайте проявим волю для поддержки села и тех, кто трудится. От вас зависит безопасность державе и будущее всей нашей страны. Успехов вам!